всем привет из этого снова довольно странного положения я собирался делать апгрейд этого ноутбука очень быстро очень скоро после того как вышло первое видео про него в котором я менял ему вот эту крышечку но накрылись все поставки из китая я обломался с процессором core i7 который в него планировал и так далее так далее сейчас мне срочно нужен этот ноут причем работающем состоянии побыстрее чем он есть сейчас поэтому мне пришлось пока еще была такая возможность срочно из германии выписать процессор попроще core i5 ну пускай там он на поколение побольше чем этот и вообще там циферка посерьезнее он не приехал слава богу хотя бы такой и так у меня есть новый процессор в него и еще до этого успела приехать успела приехать на самом деле еще к предыдущим съемкам просто тогда это было не очень важно тем не менее успела приехать еще одна ссдшка на 512 гигабайт китайский стандартный golden fear я на самом деле давно использую они не хорошо неплохо нормально побыстрее чем винты хотя конечно это не samsung ну впрочем чего удивляться не спрашивали в предыдущем видео критично ли мне наличие пишущего сидюка в этом ноутбуке до критично потому что это фактически мой последний пишущий сидюк в наиболее актуальных компах поэтому мне он здесь нужен я не могу вместо него поставить еще один накопитель да мне хватит и одного в общем сейчас мы сделаем еще раз примерно то же самое что делали уже в прошлом видео только в этот раз не надо будет разбирать дисплей а это как раз самое долгое нужно будет просто сейчас вытащите внутренности снять клавиатуру вытащить болтик снять крышку добраться до охлаждения проца снять охлаждение проца вытащить прос что у меня кстати не получилось сделать в прошлом видео надеюсь получится сейчас поставить просто на место и все имеет смысл наверное прямо сейчас посмотреть тест производительности гиг бенч чтобы понять вообще добился я что-то этим апгрейдом или нет поэтому сейчас надо сделать очень быстро этот гиг бенч и понять чего процессор выдает сейчас чтобы потом сравнить я дико извиняюсь что пишу камера экран сейчас запускать рекорд мой десктоп на этой машине не хочется потому что мне кажется что смажутся результаты тестов а какое-то внешнее оборудование для записи экрана сейчас подключать давайте нет итак давайте сделаем следующее давайте запустим гиг бенч вот он пошел экран дико глянцевый там меня видно больше чем все остальное но тем не менее общее положение дел видно значит у нас есть сейчас скоро и 524 30 3 гигагерца один процессор 2 ядра 4 треда хотелось сделать чтоб было 4 ядра облом по крайней мере пока я думаю что тот кора и 7 все равно до меня доедет однажды но это будет потом смотрим такие вот у нас есть цифра я наверное покажу эти все цифры целиком просто для того чтобы потом самому же было проще сравнить хотя в общем то в большинстве случаев все это мало что значит для простого смертного так или иначе сравним этот тест идет не слишком долго наверное минуты 2-3 сначала у нас идет бенч одноядерный потом бенч многоядерный на мдшных процессорах разница между одноядерными и многоядерными тестами достаточно существенная на интелах как правило одноядерные тесты лучше чем на мдшных процессорах а многоядерные получаются на мд зачастую гораздо круче и вот у нас пошел мультикор то есть мы знаем точно что тест памяти три последних теста памяти три последних теста так что будет понятно когда мы приближаемся к концу ну и по некоторым конкретным цифрам которые у нас были в синглкоре можно посмотреть насколько линейно прирастает производительность за счет использования двухядерности чем меньше эта цифра меньше чем ровно в два раза умноженное от синглкорного теста тем больше становится понятно что не очень эффективно работает располагирование или скажем гипертрейдинг который в данном случае и участвуют потому что сейчас реально мультикоровый тест по идее я точно в этом не уверен но по идее он должен раскидываться на все четыре треда которые реально обеспечиваются всего два двух двумя физическими ядрами ладно я в принципе не думаю что кто-нибудь из вас может этого не знать как бы это базовые вещи рейтрейсинг он видите целый рейтрейсинг 795 килопикселей в секунду это очень смешная цифра для процессорного рейтрейсинга по сегодняшним меркам конечно же но она сильно не увеличится от того что я сделаю этот весьма несущественный апгрейд тем не менее можно по крайней мере понять в отличие от многих других попугаев во многих других тестах что именно geekbench тестирует чтобы было понятно какие вещи он не особо то проверяет и какие все таки проверяет и того у нас получается два скоро 3000 попугаев сингл 3035 и 5689 получается мультикор ну тут реально получается прирост вот ровно на одно ядро и даже чуть чуть поменьше то есть насколько это процентов 75 80 наверное приросло не знаю не не считал на глаз так ничего никуда не будем аплоудить цифры понятно на этом можно спокойно его выключить теперь можно помахать всем ручкой и приступить к разборке агрегата чтобы установить туда другой проц судя по комментариям не так уж и многие заметили что когда я прошлый раз его разбирал собирал я не подключил назад динамики и у меня сейчас этот ноут работает без звука в общем то не то чтобы мне это было важно но тем не менее обычно всякую мою оплошность комментируют чуть ли не все кто вообще комментирует ролик а эту заметили не так уж многие люди я видел буквально там три или четыре комментария которые сказали слушай ты походу забыл подключить динамики и я действительно забыл так болтик уже давно ничего не держит можно его не выкручивать вообще так по идее сейчас я единственный столбик который держал клавиатуру должен быть выкручен но я не уверен нет по моему я его опять не выкрутил перепутал винчестер выпал в принципе его можно подсоединить и больше уже он сюда не встанет так кто из них держит клаута вот этот что нет ну хотя да если здесь перед клава вот здесь скорее всего этот болт это был он клава вытащили аккуратно отсоединили и теперь можно открутить открутить вот этот болт открутили этот болтик да он по размерам такой же как эти по идее можно крышку снять мышку touchpad то бишь отцепить и все больше эта панелька не должны держаться вообще ни за что так вот эта панель вообще зря отсюда выпадает что еще еще что-то я не уверен на сто процентов но вот этот болтик тоже вполне может держать верхнюю панель вон такой же как эти ну сознавайся да это был ты все верхняя часть снимается мы ее пока откладываем куда-нибудь подальше за ненадобностью так вот у нас оголилась материнка но нам до нее надо добраться с обратной стороны она у нас она у нас она у нас держится разъемами здесь какой-то один болт должен ее еще держать винтик 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 но пока не вижу так вот сюда и вот сюда у нас должны были войти колонки с этим мы сейчас разберемся вот они спикер и спикер они здесь ладно поэтому мы еще вернемся так надо отсоединить usb надо отсоединить диоды диска и питания надо отсоединить sata идущие на сидером надо отсоединить питание и в принципе на этом все должно быть быть должно можно заодно еще отсоединить дисплей аккуратненько чтобы он просто не мешал так но разъемы вылезут сами я помню где-то еще один должен был быть болтик крепления но сейчас я его не обнаруживаю не обнаруживаю с той стороны у нас еще может мамку держать памятью а ну собственно да вай фай модуль вполне держит материнскую плату если его отсоединить и вытащить аккуратненько болтик его лучше сразу спасти то вот теперь мамку не должно держать ничего снизу еще подходит sata питания вернее просто sata разъем от жесткого диска и все вот мы уже и вытащили материнку здесь можно аккуратно закрыть и корпус наверное пока тоже отставить так теперь можно заняться охлаждением аккуратненько его отсюда снять только бы не забыть кулер обратно подключить потом а то опять ровно до этого состояния придется разбирать просто так чтобы один штекер воткнуть на место а это нифига не смешно так вот у нас есть процессор этот процессор сейчас нужно отсюда вытащить возьмем плоскую отвертку и повернем вот так вот этот самый разъем теперь процессор должен отсюда выйти легко легко вышел так на нем маркировка sr0 4w а на этом соответственно sr0 x7 но это это по идее core i5 все дела так вытащили вместо него поставили другой так как он должен стоять же вот так же он должен стоять же или я уже успел я уже успел так где у меня тут ключ ключ вот он треугольник должен быть здесь вот так он должен стоять ну ключ же вот он так не хочется чтобы него были мятые ноги но есть тихое подозрение что она так и есть да ну да ох как я это не люблю ох как я это не люблю мобильных процессоров до кого там у любых процессоров ножки это не такая деталь которую так просто выпрямить не закосячив при этом все остальное примерно так ну чё войдешь вошел так вошел нормально пробуем закрыть закрылся все теперь он там стоит достаточно жестко надо наложить термопасту сколько-то ее у меня здесь еще есть даже в принципе не так так ну тут блин нет сначала надо почистить этот просто какой-то он не очень очищенный от пасты пришел вот так гораздо лучше нанесем новый слой этой ужасной кисточкой паста хорошая кисточка кошмар ну примерно так будем считать что под давлением кулера он разгладиться нормально сам лишнюю пасту с кулера тоже можно убрать так еще у нас есть чипсет не тут кстати смысле этот видеокарта тут у нас так то нормальный был слой вполне вполне я вообще даже не уверен что это амдшная карта реально все еще работает потому что дискретное видео на этом компе что очень давно уже не включалась драйверы для линукса работают в убунте по моему в 12 в 12.04 что ли последняя тот firejl который еще поддерживал эту видеокарту после этого поддержка больше не оказывается драйверы не работают так что а ту старую систему я не использую поэтому для меня по сути этого амдшного видео адаптера в этом компе уже не существует ну вроде все так здесь нормально здесь нормально что там с этой наклеечкой наклеечку немножко переместить она в принципе просто легкая изоляция погода особой не делает но тем не менее вот так вот она вполне ровно наклеена пусть она так и будет теперь можно поставить на место кулер не забыв его подключить к материнке так примерно вот так хоп все теперь скажите мне куда я еще один болтик заиграл а вот он окей так крест накрест закручиваем крестовой отверточкой систему охлаждения прикручиваем радиатор видеокарты рудиментарной была дискретная стала рудиментарная подключаем кулер процессора и радуемся что не забыли это сделать окей все вроде все можно поставить это дело обратно в корпус открываем так стоять оно должно вот таким вот образом и здесь у нас оно идет вот сюда так а где у меня провод динамика он должен быть один или его должно быть два эти то по идее соединены вместе ну да куда тогда его надо втыкать сюда или туда я и не знаю коннектор 8 ну наверное вот сюда все таки ладно тогда я не знаю зачем нужен второй коннектор так это можно воткнуть сюда а тот коннектор у нас останется доступен снизу даже если мы прямо сейчас его установим поэтому устанавливаем подключаем подключаем это сюда будет usb питание подключаем на место вот сюда ну вроде воткнулась так теперь что касается динамиков динамик должен быть подключен вот сюда ну тут 4 контакта да это должно быть нормальная стерео теперь дисплей возвращаем на место сюда и в общем то остались только диоды они идут вот сюда тоже 4 контакта 2 диода ровненько воткнулись закрылись все так вроде бы как на этом сверху то больше ничего и нет но вот этот болт должен быть закручен заранее я видимо прошлый раз этого просто не сделал подайте мне отверточку у меня вроде бы не оставалось в прошлый раз лишних болтиков так тут длинный или короткий тут длинный похоже должен быть давайте один возьмем у меня так то есть в принципе такие болтики в любой момент можно и добавить прикручиваем держится все все крепление мамки есть далее можно в принципе ставить верхнюю крышку теперь все и у нас остаются два шлейфа для тачпада и можно ставить клавиатуру сначала подключим шлейф на место а потом ставим клаву на место все прилепилось молодец закрываем переворачиваем ну вроде бы все хорошо можно закручивать периметр периметр ну вот так как я расходовал на один винтик больше то у меня соответственно не хватает здесь одного я его сейчас доберу можно установить сюда ssd так вот так же на самом деле и все можно ставить крышку сверху как будто все ок ставим на место батарейку переворачиваем и включаем ветер дует намлок включился и мигает одновременно капслок и намлок из чего я делаю единственный возможный вывод этот процессор заводиться в этом ноутбуке не собирается вот собственно и вся история обидно 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 да прошел практически месяц с тех пор как я попытался зачем-то засунуть Ivy Bridge в Sandy Bridge и естественно у меня ничего не получилось ноутбук отказался работать я поставил старый проц обратно и так он у меня проработал еще эти несколько недель за это время случилось очень много всего я выпустил выпуск кремниевых титанов я завел патреон я получил заказ от одного из патронов на новую серию титанов сценарий который уже готов это значит что новые титаны очередные появятся уже относительно скоро так что да как я и сказал патреон работает определенно от него бенефиты получают в том числе и те кто не решил чего-то там кого-то там поддерживать так что все идет по плану это очень хорошо я рад все рады мне кажется ну и самое главное мне наконец-то приехал мой Core i7 в этот ноутбук и это правильный Core i7 то есть он второго поколения как и должно быть он четырех ядерный соответственно восьмитредовый вот это все так что я думаю мы его сейчас поставим но я понимаю что еще полчаса смотреть как я разбираю собираю этот ноутбук нет никакого удовольствия поэтому мы сейчас это сделаем быстро и если он таки заведется мы сможем проверить сразу Geekbench и посмотреть что собственно получилось я приступаю для вас это будет несколько коротких мгновений да еще я за это время успел покосячить крышку этого ноутбука свежепоставленную крышку первым же делом взял и поцарапал ну она не треснула ничего похожего это просто небольшой косметический косяк который меня не очень беспокоит на самом деле мне главное чтобы он на кусочки не разваливался как было с предыдущей крышкой ну вот собственно и все давайте сделаем так крышка открывается по щелчку пальца хоп все открылось и вайфай открутился по щелчку пальца вообще очень хорошо можно отключить диск вот сюда уже поставлено вместо Ubuntu мой Unix десктоп я сейчас уже сам начал его использовать практически везде внезапно так теперь мы его можем перевернуть клавиатуру и же я открутил же я же же да открутил же достаём клавиатуру тоже по щелчку пальца почему бы и нет раз и нет клавиатуры выкручиваем еще один болтик отсюда винтик снимаем верхнюю панельку ну то есть вернее верхняя панелька исчезает по щелчку пальца раз и нет крышки тоже опять все отключаем вот это вот это вот это вот это вот это вот это и вот это дисплей выкручиваем последний винтик и достаем мамулю еще раз разобрали теперь надо опять снять охлаждение ну и теперь можно снова достать процессор так он у меня тут маленько в термопасте положим его на ноги но аккуратно и вскроем ново прибывший процессор посмотрим какая маркировка у него там заботливо положили еще термопасты пакетик но в принципе меня и залмановская устраивает вполне она скорее всего еще и лучше чем эта которая в комплекте непонятная китайская паста так вот у нас есть процессор core i7 у него кристалл побольше видимо потому что больше ядер ноги у него вроде как все целые ничего никуда не согнуто то есть да у него визуально чип побольше и маркировка у него sr02x вот так sr02x так ну хорошо ключ у нас вот здесь и вот здесь вставляться он должен вот таким вот образом вошел мягко спокойно без разговоров закрываем закрыли не выпадывает не выпадывает стоит плотно плотно хорошо можно ставить все назад термопасту наносим бульк 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 это кисть меня просто убивает так здесь пасты достаточно тут всего хорошо что у нас тут по пыли новой пыли практически нет это тоже хорошо так ставим кулер на место у нас в этот раз не сдвинулась практически в дырку попали завинчиваем назад завинтили теперь мамку вставляем в ноутбук не волнуйтесь кулер я в этот раз подключить не забыл этот винтик прикручиваем сразу на место только надо наверное сначала вставить аудио после этого у нас сверху на всем этом деле появляется панель с уже подключенными разъемами в которой нам остается только закрутить один винтик и после этого поставить на место клавиатуру винтик закрутили клавиатуру добавили открыли вставили защелкнули защелкнули засунули ну и на этот раз я знаю что как бы и так будут криктиковать этот момент делай не делай тем не менее на этот раз прежде чем все это завинчивать остальное нужно вставить аккумулятор на место и попробовать его включить если он не включится спас спокойно поставить процессор на место старый и вообще не выкладывать это видео поэтому раз вы это видео смотрите значит наверное все получилось вай фай засунул чтобы он просто под руку не лез и прикручу его так каким вот этим да или вот этим надо прикручивать все этого должно быть вполне достаточно чтобы он просто включился так почему у меня тут разъем торчит а окей понятно это разъем CD-ROM пофиг просто включись просто напиши мне что-нибудь в посте ветер дует горит экран включился escape menu good device not found это понятно system diagnostics что скажешь system information f1 intel core i7 2860 qm cpu 2.5 гигагерца все все на месте все работает хорошо выключусь кажется все хорошо сейчас надо просто дособирать ноут все ноут собран окончательно все коннекторы подключены все болтики закручены лишних не осталось пустых дырок не осталось все готово я надеюсь что мне никогда больше не придется вскрывать этот ноутбук потому что дальше его наворачивать уже просто некуда здесь стоит в общем то топовый возможный в нем процессор здесь стоит 16 гигов оперативной памяти здесь стоит ssd на пол терабайта все дальше некуда дальше его только менять поэтому с чистой совестью я собираюсь зайти в linux запустить гикбенч и посмотреть что изменилось по циферкам так как core i5 который стоял здесь до этого он был в принципе 3 гигагерцовый и поэтому некоторые одноядерные задачи вполне возможно на нем решались даже быстрее чем на этом процессе далеко не все но некоторые могли потому что есть в общем то мегагерцезависимые задачи которым просто чем выше частота тем лучше и не важно что у вас там сколько ядер сколько кэша и вот этого всего тем не менее опять же у такого апгрейда есть минусы помимо пониженной частоты в частности например теплоотдача понятно что это ноутбук здесь достаточно сложно отводить тепло и пока система чистая это еще допустим не так страшно как только она засоряется пылью этот core i7 выделяет в два раза больше ватт тепла и это будет достаточно быстро ощутимо но тем не менее будем надеяться что разница есть сейчас запустим гикбенч и посмотрим на конкретные цифры но еще один очевидный минус то что это все таки ноутбук и соответственно повышенное энергопотребление процессора это меньшее время работы от батареи короче да та еще палка о двух концах этот апгрейд но меня интересует чистый перформанс так что запускаем гикбенч и смотрим что изменилось а цифры у нас следующие соответственно сейчас он нам пишет что у нас core i7 2860 qm работает на частоте 3.6 гигагерц и все что я сказал до этого нерелевантно потому что видимо до этого он работал на пониженном множителе потому что умеет так делать зараза то есть не зараза это конечно хорошо это экономит вот ровно все то о чем я только что говорил но раз его тест разогнал до топового перформанса он даже начал потихонечку вентилятором шуметь значит все что я сказал насчет производительности некоторых однотредовых задач все это не важно честно говоря голова уже не особо варит у меня уже достаточно поздний вечер и я уже слабо понимаю о чем я говорю собственно все это видео я изначально после того как не получилось с предыдущим процессором по моему же собственному недосмотру я вообще не думал выкладывать потому что ну не получилось и не получилось брак и брак я все таки вернулся и закончил его именно потому что народ в комментариях к прошлому к первому видео про этот ноут писал о том что ну без апгрейда процессора видео не завершено давай процессор и ssd поэтому для очистки совести в общем то я сделал это видео и наверное можно было бы выбрать какой то момент в который я соображал чуть лучше но такой роскоши как выбирать произвольное время для съемок у меня к сожалению в распоряжении совсем нету тем не менее бодрость которую преподает которую придает патреон она вот позволяет выпускать кремниевых титанов чаще так что это уже уже кое-что и поверьте я радуюсь чистоте выхода даже больше чем собственно тем деньгам которые помогают решать проблемы насущные мне мне в принципе не безразлична судьба канала который действительно очень бодро стал подходить к цифре в 100 тысяч подписчиков за последние три недели и я воодушевлен этим фактом так что большое 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 спасибо всем тем кто всячески помогает этому каналу и мне не помирать как то так тем временем у нас уже подходит к концу многоядерный этап теста у нас в прошлом тесте грубо говоря результате были 3000 на синглкор и 5600 на мультикор посмотрим что изменилось я вангую что будет примерно такой же сингл и существенно больший мультик а вот и результаты синглкор 3600 мультикор 9700 ну в общем да примерно так оно и есть понятно что это попугай их очень трудно оценить трудно сказать это намного подросло или не намного подросло но вообще надо понимать что 3000 в данном случае цифра сама по себе не очень большая 3600 это возрастание ну на сколько-то процентов да то есть как минимум на четверть и ну это уже уже серьезно то есть что у нас четырежды шесть ну шестью четыре двадцать четыре допустим если представить себе ну да тем не менее рост очень неплохой а рост мультикора получился в два раза ну с другой стороны и ядер стало в два раза больше так что в целом вполне предсказуемые цифры опять же прирост нелинейный ровно в два раза больше было бы получается сколько 11200 здесь даже меньше чем в два раза прирост несмотря на то что это более серьезный процессор с ровно в два раза большим количеством ядер а тем не менее мультикор производительность приросла где-то на 1.7 1.8 получается да то есть ну в общем да линейного роста производительности нету и быть не может так вообще в жизни не бывает практически тем не менее изменения существенные и мне этого хватит вполне так что на этом я надеюсь вся возня с этим ноутбуком закончена и теперь он может просто использоваться по назначению чему я очень очень рад всем спасибо кто досюда дотерпел это были не самые простые полчаса даже с лишним в вашей тем более моей жизни но тем не менее этот ролик закончен и мы скоро увидимся с вами в новых титанах этого уж я вам могу гарантировать всем пока пока